Христос воскрес! Смотрите в программе «Жизнь в стиле Прованс». Как осуществить мечту молодой семейной пары об уютной красивой спальне. Визитка прованской кухни – луковый суп. Как приготовить кулинарный шедевр без слез и долгого стояния у плиты. Уникальный мастер-класс. Как сделать потрясающую люстру из обычных винных бутылок. Только самое интересное сейчас в удачном проекте. Они сошлись. Волна и камень. Этой цитатой Пушкина можно сказать и про наших героев. Маргарита – типичный прагматик, а Олег – неисправимый романтик. Судьба непредсказуема. Теперь эти две противоположности стали одним целым – семьей. Молодая пара собирается переехать, и мы решили помочь им обустроить новое жилье. Как у вас здесь красиво. Я даже представить не мог, что озеро может находиться так близко к дому. Помимо этого, я хочу обратить ваше внимание о том, что мы находимся на полуострове. Он со всех сторон омывается водой, и дом проектировался таким образом, чтобы все окна имели вид на воду. На самом деле, это мечта. Дом, озеро, молодая прекрасная семья. Есть ли у вас еще что-то неосуществившееся? Ну, на сегодня мечта у нас очень простая. Мы хотим быстрее доделать ремонт в доме и успеть переехать сюда до рождения нашего малыша до августа. Я вас поздравляю с будущим пополнением. Дом Маргариты и Олега совершенно пуст. Супруги было растерялись, чего же начать. Но решение пришло само собой. Ведь нет ничего лучше, чем просыпаться рядом с любимым человеком в уютной и красивой спальне. Я прочитал внимательно письмо, которое вы отправили к нам на сайт. Из письма я понял, что вы достаточно экстравагантная пара. В общем, не скучно вам друг с другом. Это точно. Мы достаточно разные. Олег, он романтичный, любит летать в облаках. А Маргарита у нас более деловая и практичная. Рубрику обменялись комплиментами. Завершим. Олег, скажите, вы выбираете подарки для Маргариты по зову сердца, либо вы все-таки у нее спрашиваете, что лучше и что она хочет? В последнее время мы стараемся согласовывать подарки, потому как Маргарита у нас не очень любит сюрпризы. Несмотря на то, что мы достаточно разные, мы все-таки находим компромиссы. Вот это и называется настоящая любовь. Мы со своей стороны постараемся по максимуму привнести тепло ваших отношений в интерьер вашей новой спальни. Посмотрим, как наш дизайнер справится с этой нелегкой задачей. Сможет ли Татьяна найти золотую середину для двух противоположностей и предложить такое дизайнерское решение, которое понравится и Олегу, и Маргарите? Ведь спальня – это то место, где должно быть хорошо двоим. Своей студией дизайна Татьяна Загария руководит уже три года. Ее личное предпочтение – классика, но работает в основном современными направлениями. Считает, что дом – это зеркало, в котором отражаются черты характера и образ жизни человека. А мастерство дизайнера в том, чтобы отобразить это в интерьере. Татьяна, по-моему, этот вид из окна уже настраивает все на лирический лад. Да, Иван, лирики в этом интерьере будет предостаточно. Я хочу сделать интерьер этой спальни спокойной, чтобы ребята могли отдохнуть после тяжелого рабочего дня, ну и побыть наедине друг с другом. А как насчет практичности и функциональности, которую так Маргарита любит? Поверь, я как женщина знаю, что нужно Маргарите. Главное, чтобы все было удобно. А что ты думаешь по поводу Олега? Олегу должно понравиться общее настроение комнаты. Он, как настоящий романтик, должен оценить все преимущества французского стиля Прованс, который будет преобладать в этом интерьере. Прованс – это французский шарм с деревенским колоритом. Жители региона стремятся сделать свои комнаты светлыми, просторными и прохладными, так как в этой местности почти всегда солнечно. В Прованском доме, как правило, выросло не одно поколение. Он полон старинных памятных вещей. Это могут быть раритетные зеркала, картины, вазы, оставленные в наследство любимой бабушкой. Прованс можно назвать самым нежным и романтичным кантри. В спальне, оформленная в этом стиле, станет настоящим райским уголком для утонченных натур. В дизайне, как и в жизни, важны две составляющие. С одной стороны, практичность, с другой стороны, эмоция, настроение. То есть тебе в дизайне придется совместить два абсолютно разных стиля? Вот именно, Иван. Давай начинать? Давай. Дизайнер Татьяна продумала интерьер до мельчайших деталей, и теперь наша команда взялась за реализацию ее идеи. Прежде всего, мы решили установить подоконник. Окно у нас чуть больше стандартного. Измеряем его длину и ширину. Учитываем небольшой выступ. Установить подоконник просто. Особых навыков не требуется. В местах, где он входит в стену, нужно вырезать специальные разъемы. После чего устанавливаем его под окно. Полотно должно иметь небольшой наклон. Около 4 миллиметра в сторону комнаты. А оставшийся зазор заделывается пеной. По бокам надеваются заглушки. Для того, чтобы скрыть впадины, место примыкания подоконника к откосу аккуратно штукатурим. Перед шлифовкой пола проверим, ровно ли он. Сделаем это с помощью лазерного нивелира. Для этого нужно выбрать контрольную точку отсчета. От нее на поверхность проецируется лазерная линия. Таким образом, мы измеряем разницу между контрольной точкой и другими точками на полу. Неровности незначительные. И для выравнивания бетонного основания используем дисковую шлифовальную машину. В отличие от барабанной, она применяется при небольших перепадах уровня поверхности. Ремонт спальни уже начался. А некоторые идеи в стиле провац мы попробуем воплотить прямо сейчас. Давайте посмотрим, как украсить наш дом травами и цветами, которые радуют глаз и к тому же очень полезны. Весна уже вовсю хозяйничает в наших садах. И хочется поддержать это настроение яркими красками. Сегодня мы с вами научимся сочетать простые фактуры и сложные цветы. Вот смотрите, какая яркая, нарядная фиалка трехцветная. Ее в народе называют анютиными глазками, и это название, наверное, подчеркивает некоторую ее легкомысленность. Анютины глазки бывают самых разнообразных расцветок. Желтые с фиолетовым, голубые с белым. Они очень яркие и привлекают к себе внимание. Поэтому не стоит их сажать в цветные кашпо, чтобы это самое внимание не отвлекать. Ну и, конечно, для того, чтобы поддержать прованский стиль дома, мы сегодня с вами возьмем самое обыкновенное, простейшее деревенское ведро. Прованс ассоциируется у нас с белым цветом, поэтому и ведро я покрашу белой краской. Но не слишком аккуратно, чтобы оно все-таки сохранило свой простой деревенский вид. Наша композиция будет стоять в помещении, поэтому мы не можем сделать отверстие для слива воды. Но защитить корни растения от лишней влаги мы обязаны. Так что используем в качестве дренажа обычный керамзит. Для посадки вы можете выбрать любой плодородный грунт. Но если вы сами готовите компост, то лучшего удобрения для всех цветущих растений и не придумаешь. В компанию «Канюсиным глазкам» мы подобрали ее дикую родственницу фиалку рогату, лаванду и тимьян для того, чтобы наша композиция была не только яркой и красивой, но и ароматной. Думаю, что мне не стоит учить вас сажать рассаду. Вы наверняка делаете это часто и с удовольствием. Но все-таки один небольшой совет. Старайтесь группировать растения, а не распределять их в кашпор равномерно. Так они будут выглядеть более естественно. Разумеется, французы выращивают не только фиалки, лаванду и тимьян. Вы можете использовать любые средиземноморские пряные травы. Розмарин, орегано, душица – они все прекрасно подойдут для такой композиции. Пряные травы лучше всего отдают свой аромат, если к ним прикоснуться. А еще лучше – берите иногда несколько веточек для приготовления еды. Свежепосаженные цветы обязательно нужно полить. И вот у нас получилась композиция, которая будет нарядной все лето, особенно с середины, когда расцветут тимьян и лаванда. Фиалки – очень красивые цветы. И как здорово, что мы можем использовать их не только в саду, но и на кухне. Сегодня я научу вас, как засахарить фиалки и украсить ими десерт. Для этого нам понадобится яичный белок, сахарная пудра, ну и фиалки. Если мы собираемся есть эти цветы, то, конечно, их нужно сначала помыть. Для этого мы просто берем и опускаем их в воду, а потом раскладываем на салфетки, чтобы просушить. Кстати говоря, эти фиалки очень похожи на тех диких своих предков, которые растут во множестве в пригородах Парижа. Говорят, что они появились там после того, как Жан-Жак Руссо стал выходить на свою ежедневную прогулку с семенами фиалки в кармане. Они ему так нравились, что он хотел, чтобы они цвели повсюду. Как только цветы просохли, нам нужно смазать их яичным белком и засыпать сахарной пудрой. Засахаренные фиалки можно несколько дней хранить в плотно закрытой коробке. Или сразу украсить ими торт или любой другой десерт. Мы, например, сегодня украшаем мороженое. Смотрите, весь процесс занял у нас буквально 2 минуты. А с таким украшением даже обычный пломбир превращается в праздничный десерт. Мы еще раз убедились, что живые цветы – это лучший декор для интерьера. Но это еще не все. Сегодня в программе вы увидите, как обычные вазоны станут изюминкой французского стиля. А пока вернемся к строительству. Пол выровняли? Можно позаботиться об электропроводке. Количество и разнообразие источников света в корне меняет восприятие пространства. Именно поэтому освещение в спальне будет разноплановым. Прокладываем электропроводку под точечные верхние светильники, люстру и выключатели. Наша проводка скрытая, то есть кабель прячется в специальной ниши в стене – штробы. И затем покрывается слоем шпаклевки. Делая разметку скрытой проводки для телевизионных электросетей, учтите, все штробы должны находиться строго по вертикали. Это в дальнейшем поможет вам точно определить, где находится кабель. Итак, теперь нужно обязательно загрунтовать стены, чтобы скрыть неровности, шероховатости и защитить поверхность от грибка и плесени. Как только стены подготовлены, займемся монтажом специальной гипсокартонной конструкции. Какой именно будет эта оригинальная находка дизайнера, увидите совсем скоро. А пока рассчитаем размеры и место под конструкцию. Каркасом для нее станет металлический профиль. Крепим его к стене. Это еще не все. Для оформления стен и потолка используем также полиуретановый молдинг. Он представляет собой декоративный элемент в виде объемной планки. При изготовлении грунтуется. Это даст возможность покрасить его любыми красками. Татьяна, почему вы решили использовать в интерьере молдинг? Комната достаточно большая, поэтому мы можем использовать различные виды декоративного покрытия. В нашем случае это будет обои и покраска. А молдинги нам необходимы для эстетики и для зонирования этих двух покрытий. Молдинги часто используются в Провансе. Они перекочевали в прованский домик из классического французского интерьера. Отделка стен деревянными молдингами вошла в моду во Франции в эпоху Ренессанса. Такая обшивка стен дорогих дворцов украшалась резными орнаментами, росписью, позолотой. Выглядели эти стены необыкновенно роскошно и изысканно. В современном интерьере использование молдингов из дерева доступно далеко не всем. Зато оформление стен полиуретановыми декоративными элементами стало очень популярно. Ведь с помощью этого недорогого материала можно легко и быстро сделать комнату более элегантной. Теперь покрываем молдинг белой акриловой краской. Это поможет защитить полиуретан, скрыть стыки и сделать нашу окантовку более эстетичной. Интерьер спальни в стиле Прованс обязательно должен быть светлым, воздушным и нежным. Пространство в рамках обклеиваем обоями серо-бежевого цвета. Часть стен, которые находятся за рамками молдингов, мы красим в пастельно-фиалковый цвет. Такая палитра отлично сочетается со всем, что есть в этом интерьере. Иван, а ты знаешь, что такое пастельный цвет и как его получить? Ну, я так понимаю, что нужно взять какой-то яркий цвет и смешать его с белым. И получатся приглушенные тона. Частично ты прав, но не забывай, что в любом пастельном цвете должна присутствовать примесь серой краски. Как получить пастельный оттенок, мы уже знаем. Теперь мы вам расскажем, как приготовить классический французский луковый суп. Бон аппетит! Лучший способ оценить вкус лука – это приготовить классический французский луковый суп. Многие о нем слышали, но практически никто не пробовал. Перефразируя известную фразу, скажу. Вы не любите луковый суп, просто вы не умеете его готовить. Что нам понадобится для того, чтобы приготовить классический французский луковый суп? Оливковое масло, вино, соль, перец, сахар, мука, сыр, багет, куриный бульон, который мы варим заранее, чеснок и, конечно же, лук. Используем мы крупный белый лук, потому что он сочный и вкусный. Чистим его и нарезаем тонкими полукольцами. Споры о настоящем луковом супе идут давно. Рецептов французской похлевки достаточное количество, поэтому каждый может выбрать себе по душе. А французы утверждают, что луковый суп очень хорошо помогает от головной боли и для поднятия общего тонуса. Я отправляю нарезанный лук в сковородку, где у меня раскаленное оливковое масло, 5 минут пассерую его на сильном огне, потом убавляю температуру и оставляю лук томиться, при этом посолив и поперчив его. Лук должен именно томиться, тогда происходит процесс карамелизации. Этот процесс долгий, но мы его ускорим. Мы чуть увеличим огонь и будем постоянно помешивать, не давая луку пригореть. Луковый суп известен со времен Древнего Рима, но у французов есть своя версия. Якобы рецепт приготовления французского супа принадлежит Людовику XV. Это еще в 18 веке. Так вот, Людовик зажарил лук, налил туда шампанского, съел, и ему это понравилось. Французы не были бы французами, если бы у них была всего лишь одна легенда. Следующая гласит. Дело в том, что в Париже был рынок Леа. Золя называл его чревом Парижа, и именно этот рынок описал в своем одноименном произведении. Этот рынок был свидетелем всей истории Парижа. Он существовал на протяжении 9 столетий и был снесен буквально 40 лет назад. Так вот, ночной закуской тамошних грузчиков был луковый суп. Не знаю, правда это или нет, но до сих пор в ночных ресторанах Парижа подают французский луковый суп. Лук у нас готов, сейчас мне необходимо добавить туда ложку муки. Но предварительно я ее обжариваю на сухой сковородке до легкого потемнения и появления орехового запаха. Сейчас мы добавим в наш лук пол чайной ложки сахара и 3 столовые ложки вина. Дадим луку вместе с вином минуту покипеть. Французы используют вино и коньяк в различных блюдах, в этом собственно и особенность французской кухни. Алкоголь улетучивается, а то, что остается, дает блюду прекрасный привкус. Заранее приготовленный куриный бульон я смешиваю с нашим луком, довожу до кипения и еще томлю 15-20 минут, для того, чтобы бульон смешался и стал коричневого цвета. Сами французы считают свой подход к приготовлению еды достаточно простым. Если в течение часа банальный продукт пытать огнем, вином и маслом, то из него получится что-то удивительное. Чтобы собрать французский суп воедино, я приготовлю крутоны. Это такой обжаренный хлеб, только стоит безумных денег. Естественно, в ресторане. Нарезаю французский батон. Я натираю наш французский батон чесноком, обжариваю на сухой сковородке с одной стороны, переворачиваю и посыпаю тертым сыром. Затем закрываю крышкой для того, чтобы наш сыр расплавился. Способов собрать французский суп множество. Расскажу еще один. Нарезаете хлеб кубиками, подсушиваете его в духовке, высыпаете в тарелку с супом, посыпаете тертым сыром и снова в духовке. Готовые крутоны кладем прямо в тарелку, они быстро втянут в себя бульон и размокнут. Тогда их можно будет есть ложкой. Думаю, что любимый суп французских грузчиков и королей должен попробовать каждый хоть раз в жизни. Приятного аппетита! Чтобы пол был прочным и долговечным, надо помнить о подложке. В первую очередь она выполняет роль амортизатора и компенсирует неровности. А ламинат мы подобрали ясень двухполосный светлого оттенка. Так как в спальне дополнительная защита от влаги не требуется, мы решили использовать напольное покрытие среднего класса эксплуатации. После укладки ламината устанавливаем дверную коробку. Затем крепим наличники и вешаем дверь. Она у нас белая, классического дизайна. Но подойдет ли этот цвет под будущую стилистику дома? Мы привыкли к тому, что двери во всем доме должны быть одинаковые по цвету и дизайну. Но сегодня дизайнеры отказываются от этого стереотипа, если речь идет о разных этажах дома. То есть на первом этаже это могут быть двери одного типа, а на втором другого. Чтобы завершить пол, крепим плинтус, который спрячет стык между ламинатом и стеной. Учитывая приличную высоту потолка в этой спальне, мы выбрали довольно высокий белый плинтус. Обратите внимание, он такого же цвета, как и дверь. Не обязательно подбирать плинтус в цвет напольного покрытия. Он прежде всего должен совпадать с тоном двери. Скоро в этом месте будет стоять кровать. Декоративная конструкция над ней обозначит изголовье и будет служить отличным местом для красивых вещей. Эта гипсокартонная конструкция будет отлично сочетаться с нашей стеной, которую мы также стилизуем под кирпич. Следующий этап – оформление декоративной облицовочной плиткой под кирпич. И в завершение сверху клеим декоративный молдинг, который способен придать любому предмету интерьера интересный лаконичный дизайн. Облицовка стен под кирпичную кладку традиционно применяется в интерьерах в стиле кантри и прованс. В зависимости от расцветки и дизайна плитки, кирпичная стена может нести в интерьер подчеркнуто грубоватый стиль. Или сделать его уютным и нежным, как в нашем случае. Для стиля прованс характерно изобилие живых цветов. Поищу-ка я заранее вазоны для нашей Испании в интернет-магазине «Розетка». Умные вазоны подойдут тем, кто иногда забывает ухаживать за растениями. Или часто путешествует, оставляя их без воды. Благодаря немецкой разработке специальной системы полива, цветы получают влагу самостоятельно. Такие горшки имеют специальный слой, который образует второе дно. Воду туда можно залить с помощью трубки. И она будет постепенно поступать в грунт по мере того, как земля высыхает. Теперь, когда вы уедете на несколько недель в отпуск, умный горшок обо всем позаботится. Под наш интерьер подойдут подвесные вазоны. Очень полезная, красивая и, главное, умная вещь. Закажем две штуки. Пока наша команда занята ремонтом спальни, Олег и Маргарита гостят у друзей. Атмосфера в их дружеском кругу очень оживленная. Подруга Риты тоже ждет малыша и ожидание новой жизни еще больше сблизило эти две семьи. Мы решили навестить их и расспросить о мелочах, которые помогли бы нашему дизайнеру в оформлении спальни. Оля, вы как подруга, вы же бывали у них в гостях? Конечно, неоднократно. Скажите, а вот что им нравится в интерьере? В интерьере им нравится практичность. У них с умом подобраны вещи, предметы интерьера, обстановка в квартире. Скажите, помимо практичности и комфорта, может быть, вы, как подруга, заметили некоторые элементы, на которые они особо обращают внимание? Вот, например, Олег. Мне кажется, что Олег питает страсть картинам. Картина? Да. Это точно. Маргарита тоже очень любит красивые вещи. И у нее немало украшений, красивые одежды, в том числе и обуви. Маргарита очень любит обувь, у нее ее много. Большое количество обуви – это хорошо. Рита, может быть, у вас есть какая-то мечта, которую бы вы хотели осуществить в вашей спальне? Ну, я могу сказать, что в той квартире, в которой мы сейчас проживаем, у меня нету зеркала большого, в котором я могла бы любоваться в том числе и на свою обувь. И вот у меня сейчас идея фикс, чтобы в моем новом доме было огромное зеркало. Я обязательно передам услышанную информацию нашему дизайнеру. Переходим к потолку. Он у нас натяжной. Его преимущество в том, что он быстро и просто устанавливается. И при этом отличается долговечностью. Натяжной потолок, изготовленный из прочной виниловой пленки, не боится воды, что немаловажно, если вас периодически затапливают соседи. Он ее просто удержит, и вода не прольется вам на голову. Натяжные потолки бывают матовые и глянцевые. Глянцевое покрытие создает зеркальный эффект идеально гладкой поверхности. Также он визуально расширяет пространство. Тогда как матовый вариант обладает шероховатой поверхностью и делает комнату более уютной. Выбор расцветки матового покрытия не столь разнообразен, как у глянцевого. Зато матовый больше подходит для классического стиля. При выборе натяжного потолка нужно руководствоваться общей стилистикой комнаты и высотой потолка. В нашей спальне потолок достаточно высокий, поэтому мы остановили свой выбор на матовом варианте. Что касается цвета, то для стиля Прованса самым идеальным будет белый потолок. В завершении устанавливаем декоративный потолочный плинтус, чтобы спрятать стык. В натяжном потолке мы заранее предусмотрели отверстие под точечные светильники и под люстру. Только при правильном освещении мы сможем наконец оценить всю красоту нового потолка и комнаты в целом. Тем более, что люстра у нас будет уникальна. Как сделать ее своими руками, вы увидите прямо сейчас. Во многих семьях после праздников, да и не только, скапливается определенное количество стеклянной тары, которую мы выбрасываем. Я же сегодня предлагаю сделать из бутылок люстру. А начну я с заготовки, которая будет держать наши бутылки. Вот такое основание для нашей люстры у нас получилось. Теперь я высверлю отверстие для бутылочных горлышек. Самая первая стеклянная тара появилась около пяти тысяч лет назад. Эти сосуды имели форму различных плодов. И, конечно же, товар этот был штучный, который могли себе позволить только состоятельные люди. Следующий шаг – это монтаж патрона. Для этого я высверлю в нашей заготовке отверстие под провод. Ну вот, наше основание готово. Осталось прикрепить к нему кан. Революция в стекольном деле стала изобретение стеклодонной трубки. Именно тогда и появился прототип стеклянной бутылки. Ну а современный вид бутылка приобрела после того, как поменялась технология изготовления, их стали не выдувать, а отливать. В результате снизилась себестоимость бутылок. Согласитесь, сейчас каждый может позволить себе сделать такую необычную люстру. Ну а теперь самое интересное – это декорирование. Нашу замечательную заготовку мы покроем грунтовкой, потом нанесем слой декоративной штукатурки, и при помощи тесьмы мы создадим замечательный рельеф. Декоративную штукатурку наносим плотным слоем и сразу же задаем ей форму. Пока штукатурка не высохла, я использую тесьму, чтобы придать Канту интересную фактуру. После того, как мы придали нашему абажору вот такую замечательную фактуру, мы выкрасим ее в лавандово-фиалковый оттенок. Наша люстра прекрасно впишется в интерьер загородного дома. Цветовую гамму мы выбираем спокойную в стиле Прованс сочетание зеленого и лавандового оттенков. Но ведь выбрать правильную палитру недостаточно для того, чтобы передать атмосферу. В прованских домах вырастает не одно поколение, и все члены семьи очень бережно относятся к вещам, доставшимся в наследство. Подчеркивая фактуру другим цветом, мы придаем нашей люстре старинный вид. Ну вот, друзья, мы с вами и на финишной прямой. Нам осталось только вмонтировать наши замечательные бутылки в этот прекрасный абажур и вкрутить лампочку. Используя бутылки разных форм и цветов, можно создать люстру, которая впишется в любой интерьер. Всякий раз, когда собираетесь что-то выкидывать, хорошенько подумайте. Ведь даже такая, казалось бы, банальная вещь, как стеклянная бутылка, сможет послужить источником вашего вдохновения. Спасибо за эту прекрасную люстру. Осталось ее примерить к нашему потолку. Окно с прекрасным видом на озеро украсили серебристого цвета карниз и бежевые расцветки шторы из тофты. Подобрать занавески для комнаты – это все равно, что выбрать аксессуары к одежде. Необходимо расставить акценты, но не переусердствовать. Шторы в теплых тонах прекрасно впишутся в данный интерьер, так как комната выполнена в холодных оттенках, и нам нужно смягчить эффект данной палитры. А тюль молочного оттенка дополнит наши шторы. Рекомендую разнообразить дизайн штор с помощью стильных магнитных подхватов. А вот и вазоны. Наш партнер интернет-магазин «Розетка» доставил, как всегда, оперативно. Теперь мы посадим цветы и повесим их в спальне. А наши герои могут больше не беспокоиться, потому что когда их не будет дома, вазоны сами позаботятся о поливе цветов, потому что они у нас умные. Из комнатных растений под наш интерьер мы выбрали плющ. Особенно красиво он будет свисать на фоне стены под кирпич. Второе растение, которое нам подошло, это компаннула. Ее лиловые цветы очень гармонично вписываются в цветовую гамму этой комнаты. Обратите внимание, плющ и компаннула мы совместили в один вазон. Таким образом, два растения дополняют друг друга и превращаются в прекрасный букет. Татьяна, я знаю, что ты хочешь сделать какую-то оригинальную раму для зеркала. Да, мы сделаем очень красивую раму из этого обыкновенного молдинга. Но прежде всего мы превратим его в настоящий раритет. Ты когда-нибудь видел, как вещи стилизуют под старинную? Ну, я видел уже в продаже готовые стилизованные вещи под старинную, но я не знаю, как их делать. Давай попробуем, сделаем вместе. Давай. Эффект старинного серебра достигается в три этапа. Первый покрываем полиуретановую поверхность серой краской. Даем ей немного подсохнуть. Второй слой наносим таким образом, чтобы темная краска хорошо заливала все щели рельефного багета. После этого происходит легкая затирка верхнего слоя. И таким образом рама зеркала приобретает благородный старинный вид. Мебель с эффектом старины или выгоревшей краски – одна из главных особенностей прованского стиля. Больше всего для состаривания подойдут вещи интересного дизайна, которые с помощью этого эффекта можно превратить в настоящее произведение искусства. Теперь пора наполнять комнату мебелью. Главное место в спальне, конечно, занимает кровать. Ее мягкое изголовье и изящные металлические ножки привнесли в интерьер немного лоска и современности. Кровать дополняют две выдержанные в таком же стиле тумбы с необычными металлическими элементами. А возле кирпичной стены мы поставили оригинальное кресло с пуфом для ног. Это настоящий пример мебели в стиле Прованс. Благодаря уникальной текстуре ткани, из которой выполнена отделка, кресло выглядит как музейный экспонат. Чтобы оформление кровати гармонично сочеталось с цветом стен, мы заказали в интернет-магазине «Розетка» жемчужно-серую подушку. Помните, настроение создают детали. Для французского интерьера очень важны тонкие художественные детали. Так как кровать сама по себе очень эффектная, излишнего декора нам не потребуется. Достаточно яркого покрывала и мягких стильных подушек. Декоративные аксессуары, фарфоровые или стеклянные вазочки и, конечно же, подсвечники. Кроме того, мы помним, что Олегу нравятся картины. Прикроватные тумбочки украсят оригинальные формы свеча и вазон с нежными цветами Армении. Красоту хрупкого растения подчеркнет стильная керамика. Татьяна, мне очень нравится интерьер. Он получился с таким французским характером. Да, Иван, Франция всегда вдохновляла меня, особенно роскошный Париж и душевный Прованс. Этот стиль называется французский Прованс? Ну, не совсем. Ты знаешь, я пообщалась с ребятами и пришла к выводу, что Маргарите, в отличие от Олега, простота Прованса будет скучна. Маргарита, она любит красиво одеваться, она коллекционирует обувь, она мечтала о большом зеркале. Поэтому я считаю, что помимо функциональности в интерьере, ей важна его роскошность. Мне интересно, насколько ты угадала в предпочтениях Маргариты и Олега. Тем более, что об этом мы узнаем совсем скоро. Красота. Ну, как вам? Отлично. Эмоции переполняют, но слов... Это надо теперь к этому ко всему привыкнуть. Супер. Зеркало, которое я так хотела. Цветы, между прочим, живые. Эти вазоны, они называются умные. То есть можно очень долгий период не поливать цветы, они сами поливают. Здесь такие видишь? Да, туда наполняется вода. С нашим образом жизни, я думаю, нам это очень пригодится. Ну, если поможет... Олег, это вам. Это мне пресло, да? Для созидания. Я буду наблюдать за тобой, как ты смотришь в зеркало. Да, да. Зеркало я очень хотела. Это вообще дизайнерская работа. Ее выполнил вручную дизайнер по индивидуальному проекту специально для этой комнаты. Шторы большие, как я хотела. Светлые. Никогда не могла представить, что вот может такая стена вписаться в этот стиль. Вот никогда не могла представить, но мне действительно это очень нравится. Да? Да. Как вам цветовая гамма? Вот такой вот пастельный этанок. Ну, судя даже если посмотреть на то, в чем я сегодня одета, я, наверное, как чувствовала сердцем. Ну, поэтому, да, это фиолетовый, это один из самых моих любимых цветов. Кровать такая, как мы хотели. Падай на подушку, Светл. На подушку я не буду падать. Они так прекрасно лежат, что мне просто не хочется их... Камушки, камушки, картины, как ты хотел. Все ушли наши пожелания. В такой комнате можно отдыхать, расслабляться, забывать о дневной суете. Олег, что тебе понравилось особенно? Мне очень понравилось в этой комнате, что она разделена визуально на две части. У нас есть часть как раз для Маргариты. Это подушечки с камушками, как она очень сильно любит. Там вазочки, картинки. И у меня отдельно мое кресло, в которое я буду сидеть и наблюдать, как она любуется собой в зеркале. Замечательно. Как вам дизайнерская люстра? Честно, Ваня, никогда не мог представить, что из пустых бутылок можно сделать такую замечательную вещь. Меня очень порадовали эти горшки. Вот на самом деле я цветы в горшках я не очень люблю. Может быть, потому что сейчас еще у меня достаточно маленькое помещение, я их не использую. Но тут они так красиво вписались. И я до последнего, пока я их не потрогала, я не могла представить, что они живые. Я очень рад, что вам понравилась эта спальня. Я надеюсь, что это будет хорошим стартом для ремонта всего дома, который вам нужно окончить к августу месяц. Да? Спасибо большое. Спасибо, Иван, вам. Спасибо программе. Спасибо телеканалу за то, что помогли реализовать нашу мечту. Начать с этой комнаты как раз. Очень важно. И подарили нам такой праздник. С вами был «Удачный проект». Программа о том, как мечты становятся реальностью. Заполняйте анкету на сайте, и, возможно, уже завтра исполнится ваша мечта. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok